здравствуйте вы смотрите очередную программу из цикла теплица на радость я ведущий сергей новиков наша теплица готова готова и ее начинка посажены овощи но как говорится нет предела совершенству сегодня мы займемся доводкой теплицы дома а именно сделаем красивую отсыпку подпишем все растения которые растут наши теплицы а также досадим рассаду и так пойдемте внутрь за то время что мы не были в теплице здесь уже успела подрасти и наша посаженная рассада и замечательная зелень но выросли и сорняки и с ними пришло время бороться обратите внимание что в теплицах где подрастает мелкая рассада или мелкая зелень удалять сорняки нужно как можно раньше и вот почему дело в том что они не только загораживают молодым растением свет культурным растением но и отнимают у них питание потому что посмотрите на вот такую вот высоту этого сорняка огромные корни которые вытаскивают питательные вещества из почвы и тем самым они объединяют ее и не дают нормально развиваться молодым растением культурным когда мы начинаем пропалывать тут нужно очень аккуратно потому что базилик дает очень мелкие всходы и главное не перепутать сорняками а вот это точно сорняк иди-ка сюда вот всегда когда мы работаем в теплице хочется вытянув сорняки выбросить их в между гряди вот сюда но нужно делать это очень аккуратно поскольку после полива вот этот нетканый укрывной материал который лежит у нас на поверхности пола он также пропускает воду и растения которые мы сюда выбросили если пол достаточно увлажнен могут с помощью корней укрепиться в этом грунте и начать прорастать вот как происходит вот с этими растениями смотрите вот мы выбросили сюда садки и они пожалуйста пустили корни и начали расти уже здесь поэтому после любой прополки а прополку проводим обязательно до полива мы должны будем все эти сорняки из между грядей убрать ну что ж я начинаю прополку работы мне хватит надолго давайте к сорняки отправляйтесь в компост в прошлый раз у нас совсем с вами не было времени для того чтобы правильно оформить название тех культур которые растут на наших грядках а ведь это очень важно поскольку очень часто мы сажаем новые сорта которые нам необходимо запомнить поэтому мы просто в прошлый раз с вами побросали на грядки посадочные пакетики а после полива естественно они очень быстро разлагаются на них невозможно будет прочитать какие культуры и какого сорта мы посадили поэтому мы сегодня с вами проведем очень важное мероприятие мы подпишем все растения которые растут на нашей типичной грядки для этого у меня есть замечательное приспособление мы разместим на наших грядках особые маячки которые и как раз будут помогать нам запоминать те сорта и культуры которые у нас растут каждом комплекте маячков у нас имеется карандаш что очень удобно вот у нас первое растение вот эти вот мелкие а это сорня где записался это базилик гвоздичный аромат отрывая пакетик открывая его мы уже оторвали название поэтому тут самое время запомните подписать растение и так это базилик гвоздичный аромат вот таким образом мы с вами приводим в порядок все растения которые растут в нашей теплице теперь мы будем уже точно знать какие сорта у нас растут какая агротехника для них требуется и таким образом мы уже не откладываем себе эти маячки в голове а расставляем их на наши грядки особое внимание я хочу обратить на отличие вот этих двух грядок первое просто не укрыто ничем сверху здесь появилось множество сорняков а вторая грядка которую мы накрыли нетканым укрытым материалом который предоставлен компании лана сад и обратите внимание здесь у нас минимальные трудозатраты поскольку ни одного сорняка здесь не встречается а здесь придется поковыряться поскольку на каждом практически квадратном дециметре нашей почвы выросли сорняки ничего мы с этим справимся правда времени мы на уход за такой грядкой потратим гораздо больше за те две недели которые прошли после посадки наших томатов в нашей теплице они успели не только подрасти но и вытянуться вверх и соответственно мне пришлось использовать колышки для того чтобы их подвязать для того чтобы томаты не повяли но оказывается есть и новый вариант который нам предлагает оксана никитина представитель компании лана сад оксана добрый день здравствуйте оксан традиционные колышки уже не интересны или что вы предлагаете они не то что не интересны вы просто не будете тратить время на поиски данного колышка не будете тратить время на то чтобы его нарезать как-то облагородить и пристроить можно их с удовольствием заменить колышками изготовленными нашей компании то есть они выпускаются разных размеров данный момент я показываю вот это вот метровые колышки изготовлены они из очень прочной высококачественной стали обтянуты так называемым кембриком то есть оболочка пвх да что опять-таки защищает и ваши помидорки они не контактируют ни с чем вредоносным если так можно сказать и красиво просто смотрится а могут ли они используются в течение допустим многих лет потому что вот те колышки которые мы используем они чаще всего одну отслужили сезон и выбрасывать конечно вот данные колышки в один раз ставили грубо говоря помидорка у вас выросла вы собрали урожай помидоры убрали по осени колышки также собрали положили где-то в сарайчик и в следующем году у вас уже готовая подпорочка насколько я знаю ваша компания выпускает не только подобные колышки они бывают и разной длины вот и да ну вот это метровые колышки здесь вот это вот полуметровые колышки которые можно использовать для более низких растений перцев например также есть колышки полтора метра для более помидоров высоких которые есть же такие сорта которые вырастают очень высоко и пожалуйста это здорово ну что ж тогда приступаем к данному виду работ мы аккуратно отвяжем растения которые были привязаны колышком я уже успела так и сюда будем вставлять вот эти колышки которые туда можно маленький пока ставить да можно если есть желание потом менять да это будет просто легко и удобно ну-ка это томаты среднерослые поэтому в принципе я думаю что подвязки хватит нам достаточно длительное время достаточно вот а мать и подвязан я вообще предпочитаю подвязывать томаты с помощью так называемой восьмерки для того чтобы они во-первых не перетягивались туго веревкой потому что рост растений осуществляется не только в высоту но и по толщине стебля появляются дополнительные пасынки и таким образом подвязывая на восьмерку мы избегаем того что растения просто перетирают свой стебель во время роста ну что ж замечательная штука мне кажется она и практичные в том числе я сейчас заменю все колышки на более декоративные тем более что выглядеть наша грядка будет и более эстетично оксана большое спасибо я думаю что теперь под с использованием этого нюанса наша грядка будет не только красивой но и практичной после того как мы установили декоративные колышки я подумал что пол нашей теплицы теперь просто не вполне декоративен он требует доработки я принес особый материал я сейчас вам его покажу компания интертех предоставила нам декоративный и высокотехнологичный материал сейчас его видно это гранитная крошка она покрашена в самые разные цвета мы решили использовать цвет красный причем гранитная крошка это именно тот материал который практически вечный рекомендует производитель интертех использовать этот материал вот для мульчирования грунта толщиной примерно 2-3 сантиметра это именно та высота грунта которая будет и не затратный а во вторых будет выполнять свою прямую функцию ну что ж материал отправляйся на дно нашей теплицы легким движением руки мы рассыпаем этот материал мы потом мы можем выровнять как угодно большой плюс этого материала что в продаже имеется несколько цветов и с помощью вот этой гранитной крошки можно декорировать абсолютно любые участки можно декорировать пространство между растениями между деревьями можно создать любой рисунок который только придет вам в голову то есть в дизайнерских целях я считаю этот материал просто-напросто незаменим отдельно хочется сказать про краску который покрыт этот материал я в том что она абсолютно не имеет запаха что очень важно в небольшой теплице представьте если бы сюда занесли материал который обладал бы каким-то сильным химическим запахом здесь невозможно было бы дышать а во вторых это краска абсолютно экологически чистая поэтому при поливе при удобрениях часть даже если этой краски и смоется и попадет непосредственно в грунт этой теплицы никакого вреда не растениями не плодам которые растут на них мы не нанесем и соответственно вся продукция которую мы будем выращивать наши теплицы будет экологически чистой поэтому наша теплица будет не только красиво но и вырастет тот урожай который мы можем не боясь использовать в нашу идёт 28 день от начала нашего проекта теплица на радость и пришло время собирать первый урожай потому что уже созрела у нас редиска а во-вторых рукава начнем пожалуй с редиски посмотрите насколько красивой она у нас получилось 28 день она уже готова и просится в салат ну-ка иди-ка сюда я собираю не случайно вместе с ботвой потому что свежая ботва редиски очень хорошо подходит для приготовления окрошки на квасе например я люблю добавлять зелень редиски и во всевозможные зеленые салаты она также вкусно и очень полезно много редиски я брать не буду а перейду к рукколи на самом деле мы посеяли нашу зелень рукколы с большим перебором потому что у нас получилось излишнее загущение но это не страшно потому что часть прореженных растений могут нас пойти зеленый салат это вкусно и полезно кстати то что мы называем чаще всего рукколой на самом деле растение которое встречается и в нашей полосе это не что иное как гулявник посевной мы на обочинах дорог никогда бы даже наверное и не обратили внимание на это растение а вот итальянцы обратили на то что вкус у этого растения очень приятный с горчинкой очень пикантный поэтому зелень гулявника или как его называют еще итальянцы рукколы очень хорошо используется для всевозможных салатов для приготовления вторых блюд поэтому мы аккуратно прорежем наш гулявник и он отправляется к нам на стол прямо такими пучками в нашей теплице мы провели с вами очень показательный опыт дело в том что мы посадили вот на этой грядке томаты одного сорта но только в этой части теплицы мы использовали с вами комплексное удобрение аргавит это гранулированный куриный коровий или а конский навоз причем который прошел термическую обработку а это значит что при его использовании нет никакого запаха что очень важно для нашей небольшой теплички во вторых этот вид удобрений очень эффективный а также пролонгированной что это значит его действие наступает мгновенно после внесения в почву он легко растворяется при поливе из него можно приготовить кстати и суспензию добавляя воду вот эти гранулы аргавита они легко распадаются на ценные питательные микроэлементы и макроэлементы которые необходимы для роста развития и плодоношения всех растений вот посмотрите на этой части грядки мы внесли дополнительную дозу аргавита а эти растения которые находятся перед нами они находятся без подкормки на чистом но в то же время плодородном грунте посмотрите какая разница вот эти растения как минимум на треть а то и в два раза выше и уже завязывают цветочные посмотрите бутоны а растение которые находятся сбоку вот здесь они намного меньше и еще даже не вступили в стадии плодоношения это говорит о чем что удобрение аргавит не только экологически чистые не только эффективное удобрение но и способствует во-первых более высокой степени сопротивляемости растений по отношению к всевозможным вредителям и болезням это действительно укрепляет растения во-вторых ускоряет вхождение в срок плодоношения обратите внимание что кисти на томатах здесь уже завязались а это говорит что о том что скоро появятся цветы они распустятся и мы сможем ждать более раннего урожая в тех фрагментах теплицы где мы использовали комплексное органическое удобрение аргавит поэтому на той стороне теплицы которую мы сейчас с вами будем разрабатывать а здесь уже насыпан питательный грунт мы по всей площади внесем питательное удобрение аргавит можем вносить аргавит под перекопку можем и разбрасывать по поверхности почвы это абсолютно не влияет на скорость впитывание этих удобрений растениями при использовании свежего помета птицы или навоза мы часто боимся что корни растений сгорят из-за того что навоз свежий он быстро разогревается и растение не столько получает питание сколько ожоги корней а при использовании аргавита который прошел термическую обработку такого эффекта попросту не возникает после внесения органических удобрений мы используем мульчирующий материал причем не какой-нибудь тяжелый природного происхождения который вызовет закисление почвы а легкий укрывной материал не тканый мы используем его уже не в первый раз в нашей теплице он используется и в этой грядке и используется для предотвращения проникновения снизу сорняков это укрывной материал от компании лана сад очень важно что этот материал не нужно каким-то образом закреплять делая простые надрезы в нем крестообразные мы можем приступать к посадке тех овощных культур которые мы с вами запланировали начнем пожалуй с традиционных томатов а потом наступит очередь огурцов и других полезных культур как я уже сказал оргавит повышает не только плодородие почвы он и позволяет растениям стать более крепким и даже переросшая рассада будет чувствовать себя намного лучше с этим удобрением томаты которые мы с вами сейчас сажаем они выглядят может быть сейчас не очень презентабельными но благодаря оргавиту они будут более крепкими и я думаю достигнут очень быстро того же размера что и соседи таким же образом мы поступаем с другими томатными растениями отступая друг от друга примерно 30-40 сантиметров это растение будут компактные поэтому им для роста и развития будет вполне достаточно такого расстояния который мы с вами отмерили на наши грядки мы сегодня посадили томаты два перца два баклажана кабачки и у нас еще остался один погонный метр посадочной площади мы конечно же захотели посадить здесь огурчики причем огурцы не простые а такие чтобы с одного квадратного метра давали максимум урожая и такие семена такие гибриды на самом деле сегодня есть семена от компании уральский дачник это особые семена элитного сорта который дает удивительный урожай на одном растении представьте себе в одном пучке корнишонов этих огурцов до 10 12 штук а на одном растении завязи больше ста поэтому высаживая всего 5 растений на нашем погонном метре теплицы мы обеспечены практически на весь сезон урожаем огурцов причем урожаем огурцов высокого премиум качества они сладковатого вкуса они годны и для засолки и для маринования они подходят и для употребления в свежем виде обратите внимание что в упаковке семян от уральского дачника всего 5 семечек и производитель дает гарантию мы проверили эту гарантию и на самом деле посадив 5 семечек получили посмотрите 5 полноценных растений огурчиков уральский дачник это непростое название дело в том что уральский климат отличается достаточно суровыми природными условиями лето короткое солнце пусть много но она переможем перемежается с достаточно прохладным климатом поэтому все селин семеноводческие фирмы заинтересованы в том чтобы получить растений точнее гибриды которые выдерживали бы перепады температуры которые бы созревали максимально быстро и вот со всеми этими задачами как раз семена от компании уральский дачник справляется наилучшим образом эти огурцы партенокарпические то есть они не нуждаются в опылении это самоплодные огурцы это очень важно для условий теплицы и эти огурцы прекрасно завязывают плоды и без насекомых которые опыляют эти растения ну что ж приступим посадки этих огурчиков с ними нужно будет обращаться все-таки очень аккуратно по донцу мы немножко постучим обратите внимание что огуречные растения уже оплели весь посадочный ком поэтому разделять их нужно очень аккуратно хорошо что земля очень рыхлая вот надели одно растение нужно действовать так чтобы минимально повредить корневую систему огурчиков второе растение третье четвертое и пятое посмотрите как хорошо этот ком разделился и мы можем спокойно посадить эти огурчики в нашей теплице посадочную ямку мы обязательно прольем теплой водой при поливе огурцов нужно соблюдать главное правило вода должна быть всегда теплой как только мы польем огурчики холодной водой это приведет к развитию всевозможных болезней и мы с вами можем даже потерять растений многие могут подумать ну уральский дачник урал далеко а москва и московский подмосковный климат радикально отличаются от уральского а на самом деле нет мы с вами находимся даже в нашем подмосковье в условиях рискованного земледелия это говорит о том что мы должны с вами использовать районированные сорта растений сорта и гибриды которые позволят максимально в сжатые сроки получить урожай без того чтобы как-то по-особенному ухаживать за этими растениями ведь наша теплица она позволяет создать пусть идеальные климатические условия но на небольшой период времени поскольку эта теплица не обогреваемая она появляется только за счет солнечных лучей вот и подошла к концу очередная программа из серии теплица на радость с чувством глубокого удовлетворения мы сегодня покидаем нашу теплицу для того чтобы в следующий раз познакомить вас с плодами нашего труда с вами был сергей новиков увидимся а и и и и и и Субтитры подогнал «Симон»